Вопрос для фокус интервью. Третья группа интервью. Третья группа фокус интервью. Цель интервью поговорить о заполнении строки каким-то определенным, ожидаемым. Вспомните, ожидаемый результат какой. Вы пишите здесь результат или профессиональным качеством, таким как большой опыт привлечения новых клиентов, создание и руководство, коллективное, стратегическое планирование, нормативное. Вот пишите здесь, в общем, цель лиц цели, которую вы написали туда. Потом, какие самые большие достижения в этих областях были в вашей карьере? Вы хотите, чтобы цель интервью какой? Чтобы нанимать продавца, которые могут три раза увеличить объем продаж, например, и задать ему вопрос. В этих областях какие самые большие достижения были в карьере? Расскажите, какие самые большие? Какие были инсайты после самых больших ошибок? Какие уроки вы получили? Что он раскрыли для себя? Вы согласны, что ошибка учит или не учит? О, да. Ошибка еще как учит. Горка учит, жестко учит, но доходчиво учит. Согласны? Очень доходчиво учит и чак далее. Например, вам предстоит на ни одного вице-президента по продажам. Составлено вами листы целей. Пришли на четыре основных ожидаемый результат. То есть вы написали туда четыре пункта. Вот такие к концу года поднять продажи на внутренний рынок там пятьсот или шестьсот тысяч долларов и так далее. Там что 20 процентов годовых в течение следующих пять лет. То есть поднимать, удержать. Поднимать, удержать. Например, обеспечить увеличение валовой прибыли как минимум на 45 процент от общего портфолио продукта ежегодно. Например, вот похоже так выглядит, когда вы пишете. Набрать новую группу по продажам с тем, чтобы из принятия на работу кандидат 90 процентов, не более, оказали игрокам А. Вы ищите вот в это, скажем, либо рука для продажи, либо вице-президент по продажам. И вам нужно, чтобы он такой делал. Вы пишете вот это все, а потом, глядя на это, начнем работать. Искать человека, который подходит к этому. Составить стратегический план по продажам, который одобрит SEO компании. Например, вот это похоже на этого ребята. Похоже на этого. Делайте вывод из того, что сейчас я рассказывал, из того, то, что я говорил. Делайте вывод, что самое главное, если проще говоря, по-простому сказать, нужно что делать? Лист цели написать, ожидаемый результат написать, а потом искать человека и докопаться до него, о его опыте, о его ошибке, о его результативности. Выстрелив десятку. Вот. Цель это выбор, сбор фактов, необходимых для того, чтобы решить. Отвечать для квалификации кандидата такого-то, что может делать, и его воля, что он хочет делать. По вашему ли цели? Ваша задача попасть в десятку, да? Вот самый нужный момент попасть. Поэтому все, теперь соберяйте информацию. И что делаете, все эти информации собираю? Анализируйте. Все надо собрать теперь. Все оттуда. Фокус интервью, отборное интервью, интервью с рекомендацией его бывшей работодателя. Все соберите и анализируйте. Посмотрите, пожалуйста, что воля, это то, что его желание, его характер, все совпадает или нет. Его профессионализм или цели. Все должно совпадать. Шансы на успех. Сравнивайте это все и посмотрите, лист цели для компаний, которые вы поставили. Вот это его черта характера и так далее, чтобы он сильный, сильный человек делать все, правильно? Слабый не может делать. А его воля, от чего вы отталкиваетесь, от его ошибки, чего он пережил, через чего ему прошлось. Вы начнете понимать его вносливость, воля и так далее, стремление. А это его профессионализм. Шансы на успех. Здесь отметите, вот такой человек мне нужен. Кто мне понял? Ну-ка по два человека друг друга. Объясните один раз. А то вы, когда много информации, мозги кипит начнется. Это знаем. Еще крутой вещь расскажу вам. Четвертая вещь, которая классная вещь создает. Вообще крутой вещь создает. Каждые два месяца или три месяца надо делать вот это все. Мы это назовем кресло справедливости. Вот такой. Посидите туда, каждого сотрудника. Супер работает. Вообще бомба работает. Посидишь сотрудника, посидишь сотрудника. Сотрудник сидит и он рассказывает, что в своем работе он хорошо делает, а что в его работе не очень по его мнению хорошо получается. Теперь внимание, вот это бомба коммуникация создает. Ребята, запомните это. Он рассказывает. Я говорю, вот моя работа, вот это, вот это, по моим понятиям я делал хорошо, а вот это, вот это у меня не очень хорошо получилось. И теперь, и точно так же он получит обратный связь с командой. Каждый ему говорит, он встает, говорит, вот вставайте, да. Он говорит, вы знаете, ты знаешь, что по моим видения со стороны, тебе вот это, вот это мог бы улучшить твою сильную сторону. Я вижу, что твоя сильная страна в этом. И ты мог бы вот этого еще внимательно обратить чуть-чуть. Ты понимаешь, вот это тебе очень усилили. А вот этого не обязательно. На это ты сильно засыкливаешься. Это не стоит. Второй, третий, четвертый. Поменяемся. И все сотрудники. Каждый сидит. Мы чуделем, помогаем усиливать. Со стороны виднее. Согласны? Со стороны виднее. Я ваш наставник. Я вступаю здесь. Но я знаю, что те недостатки, которые я не вижу, вы видите. Это нормально. Когда вы начинаете сотрудника посидеть, и каждый начинает говорить. И знаете, с кого надо начинать? С вас. Вы сидите первые. Я не шучу. А почему вы должны сидеть первые? Стоп. Нет. Да. Вы сидите. Ребята, я прихожу к пониманию, что нашей команде нужен сильный командный дух. Я очень хочу, что я ценю каждого из вас. Но конца года главным показателем это не то, что мы ходили на работу. Главным показателем, какой доля рынка имеем, какой рентабельность создали, какой капитализация. А цели компании большие. Давайте расскажу вам, как руководитель прошлый год, что я заметил, что у меня хорошо получилось по моим понятиям. А что, наверное, я где-то упустил. Вот это, вот это, ваша честность, открытость делят вас сильными. Будьте откровенны. Скажите, что ребята, я хочу, чтобы мы создали сильную компанию. Но я знаю, что в одиночке я это не создал. Вот так и надо говорить. Я так говорю, ребята. Я правда так говорю. Ребята, компания имеет большие цели. Я хочу, чтобы вы знали. Мы то, что делаем, это мы не работаем ради денег. Мы создадим что-то великое. Но это великое, надо работать, сделать. Я в одиночке без вас это не сделаю. Мы вместе. Поэтому, пожалуйста, нам нужны с вами такие люди, как вы сами. Позаботьтесь о том, что в ваших рядах были правильные люди. Позаботьтесь о том, что в ваших рядах. Потому что если неправильные люди, вам самим трудно и мне трудно. Вам тяжело работать и я теряю деньги. А когда компания теряет, вы станете слабыми. Не дайте людям обворовать нас. Не дайте людям обмануть нас. Пожалуйста. Я так и говорю. Ребята, я постоянно не бываю рядом с вами. Оберегайте деньги компании. А не дайте людям хитрить нас. Пожалуйста. Видите, что человек не справляется, просто неосознанно ошибается. Помогите ему. Не дайте. Его ошибки обойдутся нам дорого. Говорите правду. Я так и правду говорю. И потом говорю так. Если видите, что у человека рука грязная, врет вас. Аккуратно, пожалуйста, сделайте так, что он не пришел больше работа. Отпустите его. Потому что я не хочу, чтобы внутри вас такие люди работали. Потому что вам самим трудно. И знаете, вот этот семейный климат формируется. Сейчас на несколько моей компании, правда, не я этим занимаюсь. Уже они сами руководители делают. И классно работает. Я прихожу, они мне говорят, наставник. Вот того, того, того я увольняю. Почему? Ну, он не из нашего теста группы. Тебе виднее. Делай, как ты считаешь нужно. Ты руководитель. Тебе виднее. Я так говорю.